Плохие новости для россиян касаемо YouTube. Есть сведения, что со дня на день российские пользователи не смогут смотреть YouTube-каналы. На всякий случай подключите себе VPN, чтобы вы могли пользоваться YouTube. Антитопор будет и впредь выходить и будет, кроме YouTube, дублироваться на Рутубе. Ссылка на канал Рутуб тоже будет здесь внизу, под этим выпуском. Так что на всякий случай подпишитесь, если вы проживаете в России. Итак, обезопасьте себя VPN для YouTube и подпишитесь на всякий случай, опять же, в Антитопор на Рутубе. Также, если вы не знаете, что подарить близким на ближайшие дни рождения, спешу сообщить, что календари вокруг света армянского, вот они, многие из вас еще не приобрели, они вас ждут. Как его заказать, этот календарь, тоже информация под этим самым выпуском, под этим самым видео. Если нажмете стрелочку, только надо для этого смотреть этот выпуск именно в YouTube, чтобы видеть всю информацию и реквизит. Если же вы смотрите в ссылке этот выпуск в ВКонтакте, в Телеграм-канале или на каких-то других ресурсах, то вы сможете, опять же, увидеть эти реквизиты только в YouTube. В ссылках, конечно же, они не показываются. Что ж, теперь начну по существу с этой самой заявленной темы. Тема телевидения, конечно же, вам известны такие имена, как Жанна Агалакова, Лидия Гильдеева, Вадим Глускер, Леонид Парфенов, Фрида Курман-Галеева и еще десятки-десятки журналистов с федеральных российских телеканалов, которые уволились с работы в связи с ситуацией на Украине. Ряды журналистов на телеканалах хереют, многих удерживают на работе только что ипотеки. Но, как я и обещал, касаться темы ситуации вокруг Украины я не буду по субъективным причинам, и я их уже озвучивал в своих предыдущих выпусках. Нам своих проблем хватает, и добавлять больше, поддерживая ту или иную сторону, я бы не рекомендовал никому. Тем не менее, я не зря начал говорить о телевидении, и хотел бы сегодня раскрыть вам кое-какие вещи, которые, на мой взгляд, будут для вас любопытными. Хотя, отдаю я себе отчет, что некоторые из вас скажут, ну, нашел, что обсуждать, сейчас не до этого, и так далее, и тому подобное. Нет, я хочу сказать, что нам и до этого тоже, потому что, как вы знаете, телевидение, да и вообще средства массовой информации, это очень большое оружие, не менее представляющее зло в том числе, как и добро, тем более, что в условиях информационной войны. Поэтому на малейшие какие-то вещи, которые вам могут показаться незначительными, на самом деле таковыми они не являются. Особенно для телеманов или просто любителей отдельных программ. Чтобы вы понимали, оружие – средства массовой дезинформации. Ведь когда те же азербайджанцы распространяют видео, как армянские беженцы из Арцаха вывозят с собой унитаз, многие внимания не обращают, что унитаз этот новый, неиспользованный. Да и к чему этот унитаз оставлять варварам, если они им все равно пока еще пользоваться особо-то не научились. Некоторые вон до сих пор думают, что унитаз – это домашний колодец, из которого бьет ключом водичка кристальная, утоляющая жажду, а то и для приготовления махмари-чай. Что ж, от лирики к делу. Начну с объявленной темы, с того чёса, чем вас кормит НТВ с программы «Маска». Мне много лет доводилось работать по большей части в печатных изданиях, но и на телевидении тоже прошел свой определенный путь к корреспондентам, начиная от политических программ, бывая на просторах России и мира, кончая с социальными программами, типа «Жди меня» и различные ток-шоу. И чем больше я вдаривался вглубь, тем больше понимал, что телевидение создано не столько ради донесения информации, сколько для нанесения дезинформации, куда входит прицепом одурманивания населения тем низкосортным продуктом, что покрывают слои определенного социального уровня населения. Человеку нужно зрелище, и не важно, какое оно. Важно, что это красиво, важно, что есть в этом некий экшен. Оттого и хаваются «Секрет на миллион», «Мужское и женское», «Пусть говорят» и прочие программы. Но все это выглядит безобидно в сравнении с тем, что на телевидении можно все купить и все продать. Особенно в наше время век информационной войны. В этом деле все средства хороши. Даже те, что на первый взгляд кажутся безобидными. Например, музыкальные программы, одна из которых программа «Маска» на НТВ, которую называют «фабрикой по производству азербайджанских звезд». Причем наглость не имеет границ. Я напомню, что оригинал программы «The King of Mask Singer» вышел впервые в апреле 2015 года на южнокорейском телевидении. Но не в этом состоит наглость российской «Маски». Многие страны используют ту или иную программу по франшизе. Другое дело, когда российская франшиза использует фонограмму, а в Южной Корее, например, артисты исполняют живьем. И другое дело, когда в «Маске» принимают участие известные персоны. Это и могут быть артисты, и не артисты. А другое дело, когда «Маску» пытаются завуалировать под маской распиаривания азербайджанских певцов, либо вовсе неизвестных в России, либо известных определенному кругу. Почему азербайджанских? Все просто. Продюсер программы Тимур Вайнштейн, уроженец Баку, делает маску на спонсорские деньги Азерчая. И лично меня, в отличие от многих телезрителей, вовсе не удивило, что первое и второе места заняли этнические азербайджанцы. В прошлом сезоне Джонни, он же Джахид Афраилу Глогусянли, в «Маске крокодила», известный досилей среди определенных кругов подростков, и бездарный муж Анны Нетребко, Юсиф Эйвазов, который на все старания сделать себе карьеру под именем славы, мнимой жены, все никак не удается прославиться, и решил опробоваться через шоу-бизнес. Сексуальная ориентация этого человека выправляется от мужа Анны Нетребко до жены Кирилла Туриченко. Ну и ладно, это их дела. Два азербайджанца, Джонни и Юсиф, заняли первое и второе место в сезоне под протекторатом Азерчая. Но чем не наглость, скажите? Тогда как совершенно талантливый Стас Пьеха, он же не валяшка, оказался в стороне. А зрители именно ему предвещали успех. Кстати, Стас был не удивлен таким поворотом. Гонорары капнули в это тяжелое время, и ладно. Он тоже все равно популярнее мужа Нетребко, несмотря на то, что сам был еще недавно внуком Пьехи и доказал, что может быть отдельной от бабушки личностью, артистом. И, как говорится, show must go on. В нынешнем сезоне тоже к именитым артистам под масками разбавили азербайджанских артистов. Мне только интересно, сколько их там еще будет под масками, учитывая, что один на днях уже вылетел, некий Наваи Багиров. Знали такого? Теперь будете знать. Осталось только примерить маску бабы-яги Зейнаб Халларовой. А то уж заскучала она в Меджлисе, это Годжа Ханум. Зачем азеропропаганда пытается пробить своих на российский шоу-бизнес? Тоже все просто. Зависть. Все та же зависть к этническим армянам, которые на протяжении всей истории телевидения на российском, и эстраде тоже российской, являются завсегдатаями. Да, впрочем, армяне не только завсегдатай на российском телевидении, но и на американском, на французском и так далее. Вот к таким этническим армянам на российском телевидении относятся Ирина Аллегрова, Бедрос Киркоров, Авраам Руссо, Стас Намин, Николай Добрынин, Алексей Экимян, Микаэл Таривердиев, Арноба Баджанян, Марьян Мирабова, Алексей Чумаков и так далее, и так далее. Их десятки можно перечислять и перечислять. Вот и жаждет альтернативы. Поэтому, если хотите поддержать рождение азербайджанцев на сцене России, то смотрите Маску. Если хотите поддержать Азерчай, смотрите Маску. Только вам же это боком выйдет. Все эти звезды начнут потом антиармянские выпады в масс-медиа. Причем за ваши же деньги. А ваши просмотры это и есть рейтинги, на чем зарабатывает Маска и любая другая программа. Я напомню, что выбившие в люди в Москве уроженцы Азербайджана были одними из спонсоров войны в Арцахе в 2020 году. За ваши же деньги. Смотрите умные программы, а не ширпотреб. Увидимся скоро.